Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Хватает ли техники и еды? Виктор Томенко лично штурмовал заснеженные районы края. В Барнауле пальба. Стрелки из 40 городов целятся в яблочко за звание лучшего сотрудника МВД. Продолжаем выпуск и переходим к самой злободневной теме этой зимы. Виктор Томенко накануне решил проверить, как течет жизнь в четырех районах края, которые сильно пострадали от снегопада. Несколько сел до сих пор остаются отрезанными от внешнего мира. В путешествие с губернатором отправилась и съемочная группа нашего телеканала. Мой вопрос был такой. Никогда вы весь снег вывезете или сколько вы снега? Когда ситуацию можно будет нормализовать? Вопрос, который ставит мэра Рубцовска в тупик. Возможно, для ответа Дмитрию Фильмону понадобится помощь зала, звонок другу или 50 на 50. Вы как оцениваете общественное настроение на сегодняшний день в городе по поводу того, что происходит со снегом? Ну, 50-50. После январского заседания в правительстве, которое было больше похоже на отчитывание двоечников, губернатор региона решил лично проверить обстановку в самых заснеженных районах. Ранее утро Рубцовск, Виктор Томенко и целый штат его чиновников проходят вокруг дома. Говорит, 90% управляющих компаний города свою работу не выполняют. Ситуация с уборкой снега в Рубцовске критическая. Люди озлоблены и кричат вслед, что лучше бы чиновники сами взяли в руки лопаты, чем ходили такой толпой. Хотя какой-то толк от приезда губернатора все же есть. По словам рубцовчан, ночью перед визитом Томенко город оперативно расчищали. На уборку снега вывели даже осужденных. Как позже мы убедились, такая картина в каждом районе, который посетил глава региона. Я бы тут не говорил, что волшебный приезд губернатора тут заставил всех все почистить. Хотелось бы передать Виктору Томенко одежу привет и сказать спасибо. Вот вчера здесь нельзя было проехать. О, почистили улицы, наконец-то, к приезду, видать, чиновников. И все же ситуацию в Рубцовске Виктор Томенко не смог назвать даже удовлетворительной. Но если у нас 12 единиц снегоуборочной техники, что можно ждать? Нет техники, нет солярки, нет рабочих. Этой зимой главные проблемы многих муниципалитетов, в том числе и в Третьяковском районе. Сегодня здесь действует режим ЧС. В больницу людей возят на снегоболотоходе лось. Продукты также доставляет лось. В сельском совете всего лишь один трактор. Они физически не могут прочистить все улицы. Ну я по столу могу показать. Вот, допустим, до середины столба там снег стоит дальше. И у них не прочищено. Нет, не чищено, да. А вот в Локтевском районе самое страшное уже пережили. Накануне здесь сняли режим ЧС. В уборке снега здесь во многом помогли сельхозработники. Порядка 11 единиц своей техники, плюс еще наемная техника. Сразу звонок, и мы работаем. А вот сколько будет действовать режим ЧС в Змеиногорском районе, неизвестно. За месяц здесь выпал 231% от месячной нормы осадков. Непонятно, как люди вообще выходят из своих домов, потому что здесь даже не видно никаких тропинок. Несколько сел в районе до сих пор отрезаны от мира. Одно из таких – Савушка. Чиновники зачем-то демонстративно решают пройтись в сторону села. Дорога закрыта. Она никуда не ведет, но мы почему-то все идем. Идем уже очень долго. Ну, возможно, мы сейчас ее протопчем. После небольшой кардиотренировочки чиновники развернулись и пошли назад. Позже губернатор заглянул в магазин села Барановка, пообщался с волонтерами из Змеиногорска. Во время рабочей поездки по четырем районам никто из краевых чиновников так и не пообщался с простыми жителями, которые удивленно выглядывали из своих домов через высокие сугробы. А как из дома-то вы ходите? Откапываем. В конце поездки Виктор Томенко пообещал приобрести современную снегоуборочную технику и оказать дополнительную помощь районам, которые сильно пострадали от снежных штормов. Есть и необходимость решать системные такие среднесрочные и даже долгосрочные вопросы, потому что жизнь этим зимним сезоном не заканчивается. В этом году погода преподала хороший урок и краевым, и районным властям, которые оказались бессильны перед снежной стихией. Ждет ли нас работа над ошибками, покажет время. Синоптики обещают, что к концу недели регион опять нагроет сильный ветер и снег. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком. Фонд Александра Прокопьева при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко объявляет медиаконкурс видеороликов «Мы победили. Жизнь продолжается». Созданные видеоролики будут рассказывать о войне, об участии ваших ветеранов в тех страшных событиях и о том, как страна возвращалась к мирной жизни. И, конечно же, о нашей памяти и благодарности старшему поколению. 2020-й в нашей стране объявлен годом памяти и славы. Мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Живых свидетелей тех страшных событий осталось немного. Они уходят от нас и пополняют ряды бессмертного полка. 9 мая 75 лет Великой Победе. Этот праздник для нас никогда не утратит своей актуальности. Каждый год мы открываем новые имена героев и неизвестные подробности сражений Великой Отечественной войны. 9 мая мы, как обычно, пройдем по улицам городов с бессмертным полком. А сегодня я объявляю медиаконкурс, посвященный послевоенным трудовым будням и подвигам наших ветеранов-победителей. Создайте видеоролик о своем ветеране. Используйте все то, что бережно храните в семейном архиве. Друзья, фотографии и документы. Покажите письма с фронта, ордена, медали. Расскажите о жизни ваших героев в мирное время. Где работали, чем занимались, о чем мечтали и что рассказывали о войне. Для того, чтобы снять видеоролик об участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла, совсем не обязательно использовать видеокамеру. Достаточно будет мобильного телефона. Смонтировать видеоролик можно в стандартных программах на компьютере, либо смартфоне. Приложений сегодня очень много. Во время съемок телефон необходимо держать не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Помимо фото, видео и документов из личного архива, можно использовать материалы из открытых источников в интернете. Прием работ на медиаконкурс стартовал сегодня, 3 февраля, и продлится до 15 марта. Отправить заявку на участие и прочитать положение можно на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Авторов лучших видеороликов отметят ценными призами. Это ноутбук и смартфон. А победитель встретит день Великой Победы в Москве. Трехминутный видеоролик вы делаете не только для участия в конкурсе. Возможно, что спустя годы именно из ваших материалов дети и правнуки узнают, где воевали ваши ветераны, какой подвиг совершили и о том, как помогали стране вернуться к мирной жизни. Те страшные события не прошли мимо и моей семьи. Сражался за родину мой дед Плохотин Василий Сергеевич. И вместе с его правнуками мы сняли видеоролик, который свидетельствует о нашей памяти и благодарности. Евгений Плохотин специально для программы «День с толком». Добавим, что первые ролики вы можете посмотреть на сайте фонда Александра Прокопьева. Память действительно нужно беречь. Касается она и зданий, когда они пропитаны историей. Но в Ирнаульский памятник архитектуры, дом Лесневского, рушится на глазах. На переселение людей и реставрацию деньги ищут уже несколько лет. Тему продолжит Полина Жданова. Громадный вход. Представляете, вот потолок и вот такие створки. А вот, смотрите, вот отсюда дверь. И вот она дверь. Вот такая дверь была. И вот здесь вот серединка. Двойная дверь, как во дворце. От дворца только воспоминания. Исторический памятник, дом Лесневского. Аварийное здание. Без канализации, отоплений и других удобств в нем проживают три семьи. Недавно под снегом продавила крышу. 30 лет дом не реставрируют. Но даже таким он привлекает туристов. Приходят очень большие группы туристов. Иностранцы были, немцы были. Приезжают из других регионов России. Ну, человек 25 по 30 группы. И приводят, показывают вот этот вот развалившийся дом. Мне так стыдно. Я даже к окошку боюсь подходить. Это постройка 1907 года. Ее первый хозяин Александр Лесневский, глава Барнаула начала 20 века. Его дом был известен домашним театром со сценой и деревянными кружевами на фасаде. Их уже не осталось. Реставрацию здания оценивают в 52 миллиона рублей. Несколько лет назад город заказывал проект реконструкции этого дома. Его выполняли новосибирские архитекторы. Мастерская Тоскина. И этим, я так понимаю, было положено начало работы над этим домом. Людей должны были расселить, а из дома сделать музей. Но тот проект уже устарел. Его нужно переделать. И чтобы начать реконструкцию снова, городские власти должны заручиться поддержкой Алтая храм культуры. Непосредственно работы по реконструкции памятника архитектуры имеют право проводить лица, аттестованные в установленном законном порядке и являющиеся сотрудниками организаций, у которых имеются лицензии на проведение таких работ. А в мэрии отвечают, запрос в Алтая храм культуру направлен давно, но ответа нет. А на расселение жильцов в казне нет дополнительных 12 миллионов рублей. Неоднократно гражданам были разъяснены их права на предоставление аренды за счет муниципалитета по решению Барновской городской думы, либо на проживание в маневренном фонде до момента их расселения. В настоящее время никто из граждан, скажем так, этими социальными льготами не воспользовался. Тем не менее, такое положение дел прокуратура признала бездействием властей, пояснил юрист по жилищным вопросам, а значит, жители дома могут отстаивать свои права в суде. Правда, если сейчас людей расселят, памятник ждет еще более печальная участь. Его могут просто забросить. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Сегодня в Барнауле стреляли, причем количество людей с оружием превысило 250 человек. В стрельбе были замечены не только сотрудники полиции, но и спецназовцы, следователи, курсанты юридических вузов. К счастью, никто не пострадал. Это были всероссийские соревнования МВД по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Кто основные фавориты стартов и какие бонусы ждут победителей, расскажем далее. Хрупкая девушка из Белгородского Бюи, курсантка Алина, уверенно держит в руках пистолет. Готовится к стартам, теперь уже моральным. До сегодняшних соревнований почти не выпускала из рук оружия в тире два с половиной года. В итоге настреляла на мастера спорта. Это не так уж и просто. На мастера спорта нужно точно попасть, отправить пулю в десятку. Чем больше это сделали, больше очков. У представителя якутского спецназа опыт куда больше 14 лет, но уверен, без разминки дело не пойдет. Руки не должны дрожать даже на подготовительном рубеже. Холостая стрельба, она как бы первоначальные разминки для пальца, для фиксации кисти, и для глаз тоже разминка. Более фокус, чтобы был. Спецназовцы, следователи, полицейские, курсанты. Всего 42 команды с запада и востока страны. Профессионалы своего дела и только начинающие. Стрельба скоростная, дуэльная, с разных положений рук, с колена, стрельба с движением. В составах команд преимущественно сильный пол, но согласно результатам первого дня соревнований, девчонки не отстают. Я вот слышала, когда ты стреляла, говорили 10, 10, 10, прям несколько раз в десятку попало. Довольна своей стрельбой? Я еще не знаю, что там. Ты когда стреляешь, кого ты представляешь? Нет, я только мушку вижу. Ну, взгляд в район, на мушку. Нет, это же спорт, какой противник. В людей стрелять не приходилось, констатирует сотрудник спецназа из Кемерово. Но без отличного владения оружием в их профессии делать нечего. От этого зависит жизнь, прежде всего здоровье, а также успех операции, выполнение. Чем человек лучше владеет оружием, тем он быстрее и, собственно, ориентируется в сложившейся ситуации. Потому что мы готовимся всегда на уничтожение. Слава Богу, что не приходится пока это делать. Впереди еще 4 дня борьбы. Победителей призеров ждут не только новые спортивные звания и медали, но и финансовое поощрение от 5 до 10 процентов к зарплате или стипендии. Но, по словам самих участников, главное просто хорошо выступить и получить удовольствие от процесса. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд до погоды спонсор прогноза компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.